В последний день октября в Талдоме состоялось очень необычное заседание местного городского совета депутатов. Необычно оно было своей повесткой, главным пунктом которой являлось обсуждение объединения всех поселений Талдомского района под прямое управление нынешнего районного главы. Можно провести сайт депутатского. А? Здесь, да. Безусловно, с такой повесткой был категорически не согласен мэр Талдома Юрий Журкин. Это стало понятно ровно в 16 часов, когда выяснилось, что впервые в истории городского совета депутатов на заседание совета депутатов не явился его председатель. Не пришел и заместитель председателя. И вообще не пришла большая часть депутатов. В отсутствие кворума и председателя представитель городской администрации порекомендовала немногочисленным явившимся депутатам собраться как-нибудь в следующий раз. Однако спустя полтора часа томительного ожидания неожиданно подошли еще двое городских депутатов и заседание стремительно началось. В отсутствие председателя совета депутатов народные избранники выбрали временного председательствующего и сразу перешли к делу. На голосование был поставлен вопрос о назначении публичных слушаний об объединении всех поселений Талдомского района. Будет ли это новое объединение в форме единого городского округа, это и должна обсудить Талдомская общественность. Перед голосованием часть депутатов пыталась неуверенно возражать против скоропалительности вынесения данного вопроса на публичное обсуждение. Но в итоге большинством голосов публичные слушания были таки назначены. Они пройдут уже в следующем месяце. Я согласен с позицией губернатора, что нужно оптимизировать управленческий аппарат. Но сегодня, как глава города, который был избран всенародно, в любом случае я беспокоен дальнейшей судьбой города и его развития. Ввиду того, что на сегодняшний день все-таки и Владислав Юрьевич это знает, и Александр Константинович знает, что в городском поселении Талдом на сегодняшний день штат, который выполняет практически все полномочия по городу, 20 человек. Это высокопрофессиональные специалисты, которые практически делают основную всю работу. И я неоднократно заявлял о том, что практически большая часть работы выполняется здесь, на местах. Не получится ли так, что у нас в районной администрации останутся в какой-то... Я не хочу не вложительно говорить о сотрудниках работающих в районной администрации, но, тем не менее, основную информацию, которую дают, основная работа, которая проходит на территории поселения, выполняется именно администрацией поселения. Городская власть, очевидно, осталась недовольна итогом депутатского заседания. По мнению главы Талдома Юрия Журкина, нужно ответственно подходить к таким решениям и нести меру ответственности перед населением. Поспешность здесь неприемлема. Однако сторонники объединения утверждают, что эффект от муниципальной реформы будет исключительно положительным и откладывать реформу неразумно. Глава Талдомского района заявил, что при образовании городского округа Талдом численность администрации округа составит всего 141 человек. И для района расчетная экономия только на расходах на управление составит 54 миллиона рублей в год. Средства будут направлены на социальную сферу, сады, школы, спортивные сооружения и развитие инфраструктуры территории. Изработица не увеличится? Нет. В сокращении всего происходит 7 человек. В основном это касается бухгалтеров. Сейчас после того, когда вы дадите возможность людям сделать свой выбор, мы выйдем в эти трудовые коллективы и будем стараться трудоустроить людей. Нам сейчас нужно с вами только дать возможность людям, которые голосовали за вас, за меня, дать возможность права выбора. Диславль, можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот это давно вы нашлось, да? Это не скоропалительное решение, я так понимаю, да? Об объединении. У каждого времени свой лидер. Я понимаю, но это... У каждого лидера свое время. Не вот сейчас, да? Не вот сейчас. А вот документы, какие вот кроме вот то, что вы можете сказать, во что, как... Они не могут зародиться, пока мы не провели обсуждение с людьми. Публичное слушание – это самый главный документ, на что мы будем опираться. Если люди нам говорят, что нет, мы не согласны с этой повесткой дня, зачем нам там ваши расчеты, нам это не нравится, мы хотим жить по-другому. Так как есть, так и останемся. Это тоже будет принято, и тогда мы уже не выйдем на Совет депутатов, где вы уже будете конкретно голосовать за принятие данной нормы. Впереди у толдомчан сами публичные слушания, затем заседание Совета депутатов. Но основания для грядущего переустройства муниципальной структуры власти заложены. Потому что данная административная реформа одобрена на самом верху губернатором Андреем Воробьевым. И центростремительные процессы сейчас идут по всему региону. Много тех, кто как за, так и против этой реформы, но ключевое слово здесь – за общественностью, которая в Талдоме свое слово скажет на назначенных городскими депутатами публичных слушаниях 13 декабря текущего года. Продолжение следует...